Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача посвящена Виктору Ефимовичу Попкову, замечательному художнику, который слишком рано ушёл из жизни в связи с трагической гибелью. Сразу же, когда мы смотрим на даты рождения и смерти художника, это 1932-й и 1974-й, всего 42 года, все сразу же говорят, как рано он ушёл и как много бы ещё смог сделать. Вот давайте поговорим о Викторе Попкове. Прежде всего, конечно, нас интересует тот вклад, который он сделал в развитие отечественной живописи. Его принято считать родоначальником сурового стиля. Это был художник, очень ранимый, очень тонкий человек. И его дипломная работа уже в Суриковском институте была взята Третьяковской галереей. То есть он рано заявил о себе, как о замечательном мастере. И в то же время, конечно же, судьба распорядилась так, что он ушёл из жизни очень рано. Конечно, о его трагической жизни, о его трагическом уходе из жизни есть мнения, суждения и отзывы, которые собрал в своей книге его племянник, ныне известный московский художник Юрий Николаевич Попков. Я помню свою встречу с ним 10 лет назад. Как раз в Третьяковской галереи была большая выставка, посвящённая творчеству Попкову. И в своей мастерской на Фрунзенской набережной, куда он любезно меня пригласил, он очень гостеприимный человек, и он долго рассказывал мне о Викторе Попкове, каким он его помнил ещё мальчишкой. И, конечно же, сложно говорить о Викторе Попкове вот ещё почему. Потому что этот человек, который заложил основы дальнейшей судьбы отечественного искусства, на его творчестве потом вырастает и творчество советских художников в 80-х годах и современных художников. Я помню себя студенткой, когда мы учились на живописном факультете, то мы восхищались Попковым. И буквально альбомы, они у нас, альбомы, написанные искусствоведом Виталием Манином, они были у нас своего рода настольной Библией. Так что же такого внёс Попков? Какую ноту, какую интонацию он задал развитию искусства, ну, начиная с 1960-х годов? Это метафоричность, это поэтичность, это условность, это жизненность языка, живописного языка. И, естественно, что время, в котором он заявил о себе, вот я вам показываю работу его «Лето 1968 года», но самая главная его работа – это работа строителей Буратска, более ранняя работа, 1960-61 год, строителей Буратской ГЭС. Посмотрите, вот это стилистика сурового стиля родоначальником, которого он стал. На авансцену выведены новые герои – рабочие, простые люди. И, посмотрите, он их ставит на своеобразные подмостки, как бы, да? Он фон делает тёмным, как затемняя там вдалеке пространство стройки, города. И, в первую очередь, показывает этих людей графичный язык. Один человек сидит, закуривает, второй тоже вот там справа сидит, и три фигуры стоят и смотрят открытыми лицами на нас. Вот это, по сути говоря, тоже своеобразный манифест искусство 60-х годов, искусство сурового стиля. Что в этой работе было тогда новым, да и сейчас остаётся новым, и что составляет неприходящую ценность искусства Попкова? Во-первых, появилась новая установка в образе. Восстанавливается общественно значимая тема. Исчезает фальшивая помпезность, даже при рассмотрении, казалось бы, уже хорошо известных, проторённых тем. Стремятся пропустить тему через личность гражданина-художника. И также общественный идеал приравнять к личности гражданина-художника. Желают подключить зрителя к важным проблемам, самым непосредственным, интимным образом, когда зритель становится своеобразным соавтором художника. То есть картина здесь начинает не изображать жизнеподобие, а стремится натолкнуть зрителя на анализ действительности, анализировать жизнь и происходящее событие, а это уже работа мысли, работа души, работа чувств. То есть главным становится исследование действительности, а не показ её и лакировка действительности, которая была свойственна искусству 50-х годов, сталинской эпохи, когда главным образом старались показать не так, как есть, а что должно быть, некую мечту, в социальную сказку, в социальную утопию, а здесь уже исследование жизни. Художники как бы перепроверяют идеалы строгой действительности. Возникает тип обобщения. Вот несмотря на конкретную индивидуальность этих представленных рабочих, строителей братской ГЭС, и не секрет, что многие из них были заключёнными, он видит в них чувство собственного достоинства и видит в них вот эту силу, силу человека с открытым прямым взглядом. Конечно же, другая не менее известная работа Попкова – это «Шинель отца». Здесь ещё вот эта метафорика цвета. Посмотрите, здесь он изобразил себя. Вот художник послевоенной поры, мальчишка, мальчишкой выросшей без отца, он, став уже взрослым человеком-мужчиной, он примеривает шинель. Шинель отцов, ушедших на войну, и размышляет о судьбе России, о судьбе Отечества. И вот там фигуры – это не реальные женщины, это образы его картин, мизинские вдовы, матери, сёстры, жёны, оставшиеся без мужей, потерявших своих близких на войне. Вот этот их крик, вопль, тоску, одиночество. И на первом плане вы видите грубый такой табурет и палитра с выдавленными тремя цветами – жёлтый, красный и синий. Здесь тип картины обобщения, тип размышления. И, естественно, что мы с вами подключаемся к осознанию и к осязанию творчества Попкова. Вот я показываю его другая работа, которая как бы продолжает эту тему, тему ответственности художника перед обществом. Это он у себя в мастерской отдыхает на кушетке, на диване. Работа, его называется, картина «Работа окончена». Очень точное название. Мы видим, что, конечно, он здесь сознательно пренебрегает правильностью, анатомической правильностью фигуры для выявления выразительности, выразительного начала. И мы видим, что действительно художник делает в своей жизни многое. Он открывает глаза обществу на какие-то проблемы. И вот после этого выполненного долга перед обществом художник может отдохнуть. Я хочу показать тоже его работу. В воскресенье 1967 года Юрий Николаевич Попков мне рассказывал, что часто он забирался на крыши и загорал. И посмотрите, вот этот тоже город, тишина, покой, и эти голуби, птицы – символы определенные святого духа и мира. И здесь тоже необычайная и по колориту, и по цвету, и по композиции картина. Она очень интересная, равна, как и все остальные работы Попкова, которые мы сейчас посмотрим. То есть появляется в живописи Попкова проникновенность образа и как бы диалог с каждым человеком о насущных проблемах не быта, но бытия, потому что и жизнь художника – это бытие. И писание портретов, картин – это продолжение, приращение бытия. Это метафорическая условность. Это постимпрессионистические качества живописи, живописного начала. Вот что Попков выявляет в своей живописи. И следующая его работа, подтверждающая мои слова – «Северная песня. Ой, как всех мужей побрали на войну». Работа 1968 года. Работы Попкова все разные по композиции, по колориту. Вот посмотрите, в деревню приезжает новое молодое поколение. Эти юноши, девушки, молодые специалисты, художники, интеллигенция 60-х приходят в избы и видят, что одни женщины. И вот они голосят. Они даже не поют, они голосят о своей судьбе. Это здесь философские раздумья. Но, конечно, здесь видите, как замечательно построена композиция. И окно центральное в середине, оно уводит нас, даёт новое пространственное развитие композиции за пределы этой избы. И эта песня, она выносится туда, за линию горизонта. То есть, вот этот вот вселенский, общероссийский характер этой песни, это трагедия России. Война, её последствия и осознание этих последствий. Надо сказать, что Попков был очень трудолюбимым человеком. Юрий Николаевич Попков мне рассказывал, что, ну, во-первых, семья переехала из деревни в Москву. Были тяжёлые послевоенные годы, когда учился Виктор в институте. И жили тогда очень не просто скромно, бедно, коммунальный быт, большие длинные коридоры, маленькие жёлтые лампы. И он в коридоре сидел и рисовал ночами. И мы, конечно, увидим с вами некоторые из рисунков. После Попкова остались и рисунки, и стихи, и пистолярное наследие, конечно, картины. Трагическая судьба, трагическая смерть. Я не хочу касаться конкретно этой истории, которая подробно уже исследована. Но это трагическая смерть, нелепая. В самом расцвете сил его настигла пуля инкассатора, который по ошибке был этот выстрел, ошибочный, случайный. Осталась незаконченная картина, которую мы увидим. «Осенние дожди», Пушкин. И я хочу показать просто следующую работу вот из этого же цикла, такого поминального, военного воспоминания вдовы 1966 год. Какой пронзительный красный, алый по контрасту с серым, с чёрным. И опять-таки вот это условное размещение, и это одиночество, это скорбь. Вот что в этой работе прежде всего. Видите, какая композиция? Движение по кругу, по овалу. Бревенчатая изба, печь, иконы в углу. И вдовы, которые собираются вместе, и им есть что вспомнить, и есть что рассказать друг другу и посочувствовать. И там и портреты мужа, которые они поминают. Другая работа. Хороший человек была бабка Анисия, 1973 год. Искусствоведы иногда говорят, что здесь он колористически переработал наследие Палеха, Палехской миниатюрной живописи. Мы видим это сочетание чёрного, золотистого, красного, охристого. И тоже переосмысление темы смерти. Вот что здесь. Сюжет похорон. Он словно бы хочет разрешить проблематику смерти в радужном ключе, а не в трагедийном. Как, допустим, у Густава Курбе похороны в Арнамне. Там сплошь трагедия, уход из жизни человека. Это трактуется как трагедия. Здесь светлая память. Вот основной лейтмотив этого произведения. Другая работа «Бригада отдыхает» в 1965 год. Посмотрите, это условность пространства у Попкова. Плоскостная живопись фона на такой охристой, жёлтой основе. Фигуры размещены. Причём каждый в характерной для него позе. Бригада отдыхает, кто-то читает, кто-то лежит, кто-то играет в шахматы, кто-то просто в раздумье. Но очень интересно решённая и по цвету, и по колориту, и по пластике работа. Равно как и вот эта работа «Двое» – тоже условный такой колорит. И здесь главное – сложности, неоднозначность духовной и физической любви. Вот что трактуется живописными формами. И цветом, и пластикой, и поз, и всё это на плоскости земли. Здесь тоже присутствуют постимпрессионистические качества цвета и некоторая имперсональность. То есть это о нас, о всех. И другая работа – «Развод». Работа 1966 года. Вот мало кто говорил, кроме Попкова, вот о семье, об отношениях между людьми в семье. Когда люди расстаются. Эта холодность, эта отчуждённость возникает. Вот как передать живописными средствами? То, что происходит внутри семьи, когда исчезает взаимопонимание, когда исчезает любовь, когда люди становятся друг другу чужими. Попков сумел это сделать. Другая работа «Перед зеркалом» 1973 года. Видите, как он на три части делит пространство горизонтально вытянутого холста. И очень красиво, живописно, пластически. Здесь такой мотив. Справа у нас фигура юной девушки, причесывающей волосы. И в такой расцветочке у неё рубашка ночная. А слева у нас цветок на окне. Он как бы поддерживает пластическую вот эту вот линию. Очень интересная работа «Мой день» 1968 года. Вот я всегда студентам задаю вопрос. Вот под мольбертом у него лежит ключ. Что он означает в картине? Вообще очень странное расположение. Видите, по центру автопортрет художника Попкова за работой с палитрой, с кистью. И он смотрит прямо на нас в фаз. А справа девушка, слева старушка. И там вдалеке нет ни линии горизонта, ничего, какой-то куст или дерево обозначено, чтобы показать, что это не безвоздушное пространство, а намёк на пейзаж. Что здесь такая условность присутствует. Условность. И что здесь такое? Ну, ключ, конечно, это метафора. Это символ. Художник должен нам дать ключ к разгадке тайн бытия, тайн жизни, тайн истории, тайн человеческих взаимоотношений. И образы начала жизни, конца или расцвета и старости. Вот что здесь у Попкова. Он прекрасно пишет акварели. Вот я показываю вам работу. Монастырь в Боровске. Часовня в деревне Зехнова, 1972 года. Деревня Кимжи, 1969 года. Посмотрите, все они разные, по колориту очень тонкие, по композиции выверенные. Картина недоконченная осталась. Осенние дожди Пушкин. И, естественно, замечательная композиция. И говорят, что он сам надевал фраг и заставлял своих друзей художников тоже ходить с этой веранды, писал работу. И здесь судьба художника, судьба поэта. Здесь отражена самопоэзия Пушкина. Незащищенность, ранимость этого человека вот в этом силуэте условном. И дали, бескрайние дали этой природы, души поэта. Работа «Тишина» связана с памятью о войне тоже, 1972 год. Здесь та же условность пространства. Девочка маленькая, памятник воину, там церковь. Вот она, русская земля. И словно бы изрыты снарядами эти волнообразные бугры земли. Но этой тишине мы обязаны этому солдату. Тоже теме войны и тишины другая работа посвящена. Я хотела показать, в наше время передача истекает, вот рисунки. Рожниковы обедают, и рисунок в гостях. Посмотрите, какая линия, какой чёткий, точный диагноз современнику. Или ещё рисунок. Вот мальчик из Жигалова. Или работа его мать и сын. Вот вам Виктор Попков, который ещё в те годы, в 60-е, 70-е годы поднимал тему возрождения церквей, монастырей, спасения и сохранения культурного наследия, доставшегося нам от прежних времён. Это настоящий русский художник, большой. Когда Юрий Николаевич спросил меня, нужен ли будет Попков, востребован ли он будет, я думаю, что он будет нужен всегда. И, к сожалению, время нашей передачи истекло. И светлой памяти Виктора Ефимовича Попкова, его творчества. И, главное, мы с вами поняли, что вклад его в искусство огромен, велик. И в творчестве других художников XX века мы увидим, как он проявился, как работают эти идеи, эти мысли в творчестве уже других художников, как продолжается эта стезя в искусстве. Всего вам доброго. До свидания.